Ремонт магистрального коллектора по улице Нансена вышел на финишную прямую. За два года в рамках четырехстороннего соглашения отремонтированы подземные инженерные коммуникации на участке от Красноярской до Хантайской. С какими трудностями столкнулись подрядчики и когда жители близлежащих домов забудут о глубоких траншеях и неудобствах, узнавала Евгения Шинделова. Позади почти четверть километра сборного железобетонного коллектора. В подземный колодец уложены строительные конструкции, сети тепловодоснабжения и канализации. Новшество системы – отдельная труба для сточных вод. Этот участок самый обводненный в городе. Раньше вода стекала по бетонному телу коллектора, подмывала и разрушала конструкцию. В итоге над коммуникациями нависла реальная угроза. Из-за обрушения бетонных блоков без света и воды могли остаться сотни норильчан. Сети тепловодоснабжения на время вынесли на поверхность, а объект внесли в программу ремонта в рамках четырехстороннего соглашения. На этот участок выделили более 146 миллионов рублей. Подрядчики трудились почти полтора года. Трудности только одни. Когда были отрицательные низкие температуры, пришлось актировать некоторые дни для выполнения работы. Так как техника в отрицательных температурах ниже 40 с лишним градусов просто не может работать. Техника и люди. То есть некоторые дни нам пришлось актироваться. На сегодняшний момент проблем для исполнения контракта не вижу. Срок завершения работ – конец декабря. По заверениям подрядчика, теперь о ремонте на этом участке можно забыть лет на 40. Коллектор не просто отремонтировали, перестроили заново. Осталось только вернуть грунт на прежнее место, а летом привести территорию в первоначальный вид. Единственное, к чему просят быть готовыми жильцов близлежащих домов, на период пусконаладочных работ возможны временные перебои с подачей ресурсов и скачки параметров. Следующий участок, на котором вскоре появится строительная техника, находится выше. От въезда во двор у этого голубенького дома мы продолжаем дальше выполнять работы. В принципе, у нас задача до улицы Красноярской. Мы должны дойти и после этого уже в 2017-2018 году мы будем работать вниз, в сторону Хантайской, где мы должны врезаться в другие магистральные сети. До конца этого года уже другим подрядчикам предстоит завершить работы по монтажу самотечной канализации от улицы Ветеранов до Анисимова, после чего планы 2014 будут исполнены. Евгения Шенделова, Сергей Карпов, Вести, Норильск. Сегодня в 5 часов вечера на пульт дежурного 01 поступил тревожный сигнал из детского сада на улице Дежинского. Сообщалось о задымлении. Спустя несколько минут жильцы близлежащих домов могли наблюдать масштабную эвакуацию детей и сотрудников дошкольного учреждения. В процессе были задействованы автобусы «Нпопад». К зданию съехались представители городских служб и управления. К этому моменту малыши были перемещены в соседний 49-й детский сад. Спустя полчаса начальник управления образования уже мог озвучить причины задымления. Произошло это в результате короткого замыкания на сушилке для рук. Это произошло на кухне в техническом помещении. Работник вовремя заметил задымление, использовал огнетушитель. Родители близлежащих домов, где увидели подъезжающие пожарные машины, детей сразу своих забрали. Остальных сейчас родители забирают из 49-го сада. То есть, в принципе, сад в рабочем состоянии. Толкали самолет в Игарке вахтовики. Отвечать будут сотрудники аэропорта. Транспортная прокуратура озвучила результаты своей проверки. Напомним, в аэропорту Игарке пассажиры помогли отбуксировать самолет на взлетную полосу, нарушая при этом нормы безопасности. Людей должны были отвезти в здание аэровокзала, ни в коем случае не оставлять на взлетном поле и не допускать к технике. Однако один из сотрудников, видимо, хотел пошутить и попросил всех помочь сдвинуть самолет с места. Теперь специалисту грозит штраф в 2500 рублей, а остальным работникам дисциплинарные взыскания. Кроме того, данным сотрудникам и частью пассажиров самостоятельно осуществлялась фото- и видеосъемка, также вопреки требованиям действующего законодательства, происходившего в аэропорту Игарке. Виновные лица – это сотрудники службы авиационной безопасности, сотрудники службы спецтранспорта, службы организации перевозок. Бригаду машинистов тепловоза могут привлечь к ответственности за жестокое обращение с животным. Напомню, накануне Норильск был шокирован видео, снятым железнодорожниками из кабины локомотива. Кадры сразу же появились в интернете. Медведь бежал по путям, спустя некоторое время животное оказалось под колесами состава. Все это сопровождалось криками «дави». Расследованием инцидента занимается Норильская транспортная прокуратура. Сегодня машинисты уже давали показания. Проверка займет от 10 до 30 дней. Только тогда, можно сказать, понесут ли наказание эти люди. Но пока надзорные органы ведут расследование, общественность выступает в защиту пострадавшего хищника. Сегодня вечером представители молодежных организаций вышли на главный проспект города с призывом не убивать животных. Правда, инициативу в полной мере им реализовать не удалось. Сотрудники МВД запретили. Хотя никаких лозунгов и призывов не планировалось. Внимание к судьбе всех животных пытались привлечь с помощью безмолвно плачущей ростовой куклы. Мы сразу же откликнулись на инициативу наших волонтеров, которые сегодня пришли, нам рассказали об идее этой акции. Отрадно, что норильчане не остались в стороне. Норильчане подходят, спрашивают о судьбе этого мишки. То есть, норильчане не безразлично судьба нашей природы, вот этой северной. Ну и, конечно же, считаем, что очень цинично поступили те люди, которые, ну, действительно, выложили это видео в интернет. Это сопровождали комментариями своими. Это далеко их не красит. Это, ну, явно не пример для нашей молодежи. И очень приятно, что молодежь это понимает и сама выходит с этими инициативами на нас, предлагает нам проводить такие акции. Об этой и других темах, ставших главными событиями уходящей недели, расскажет Татьяна Глебова в программе «Вести события недели». Вот лишь некоторые темы воскресного выпуска. Дважды пройти через открытый огонь, чтобы спасти детей. Героизм, он всегда с риском для жизни. Сочинение как форма допуска к другим экзаменам. Какую тему выбирали нынешние выпускники и о чем бы писали те, кто окончил школу раньше. Самолет-столкача. Что это, селфи или было на самом деле? Фотожабы по поводу. И циничное видео погони медвежонка. Норильск возмущен отношением к животному. Норильских юристов поздравили с профессиональным праздником. В честь этой даты в городскую администрацию пригласили 34 лучших специалиста. С 2008 года указом президента этот праздник стал общим для всех работников прокуратуры и правоохранительных органов, судей, адвокатов, нотариусов, юристов, органов государственной власти, органов местного самоуправления, преподавателей, юридических вузов. Служащих закона наградили именными грамотами и поблагодарили за отличную работу. Юриспруденции без права, без применения этого права в нашей гражданской жизни, наверное, не будет в общем-то ни общества, ни людей, ни государства. Поэтому хочу вас поздравить. Вот эти на благо нашей страны, на благо нашего общества, на благо гражданин. Сегодня 90-летний юбилей дважды героя социалистического труда бывшего директора Норильского комбината Владимира Долгих. С 1962 по 1969 годы он руководил крупнейшим металлургическим предприятием Советского Союза. Начинал свой трудовой путь на Норильском комбинате Владимир Долгих с должности главного инженера. Он воплотил в жизнь планы технического перевооружения комбината. Его работа это новые экскаваторы, электровозы, буровые установки. Под его руководством проводилась реконструкция заводов и ТЭЦ. На комбинате значительно увеличилась добыча руды и возросли металлургические мощности. До сих пор Владимир Долгих считает Норильский комбинат главным делом своей жизни. Встретившись в 1964 году с Никитой Хрущевым, он сумел убедить главу государства, а потом и президиум ЦК в необходимости развития комбината на базе только что открытого Толнацкого месторождения руд. Сегодня в свои 90 лет Владимир Долгих продолжает работать на благо Красноярского края и Норильска и делится своим жизненным опытом, являясь членом Совета Федерации. Норильчане смогли почувствовать дух Японии. Музыканты из страны восходящего солнца привезли в Норильск всемирно известное шоу барабанщиков. Концерт на уникальных инструментах отгремел на сцене драмтеатра. Алла Долматова, наблюдая за виртозной игрой японских мастеров, убедилась, такая музыка способна разрушить даже языковой барьер. Своих зрителей японцы полным составом встретили мощной барабанной дробью, играли на инструментах, не щадя сил. Было даже удивительно, как такой напор выдержала натянутая кожа. Палочки, которые используют ВАСКО, непростые, а толщиной с руку. Их делают из дерева, растущего в Японии и напоминающего русский дуб. Кстати, музыканты отмечают, что в Норильске барабаны звучат несколько иначе, чем на родине. Есть такая тенденция, барабаны обычно звучат низко, а здесь, наверное, из-за климата звуку барабанов намного выше. А вот следующие номера очень сильно отличались от первого вступительного аккорда. Середина концерта была более спокойной, в ней использовали другие инструменты. Флейту и цитру, и еще один необычный инструмент, который сочетает в себе ритмичное постукивание одновременно со струнным звучанием. Но самым ярким номером стало выступление костюмированных персонажей. Тематика японская, но актерам удалось невозможно зажечь зал и преподать небольшой урок японского языка. Люди живо откликались на предложенный интерактив, выходили на сцену и втягивались в действия. Кстати, общение со зрителями в разных городах России сильно повлияло на отношение музыкантов к нашей стране. Честно говоря, в Японии показывают по новостям только какой-то негатив о вашей стране, поэтому, естественно, у меня раньше было не очень хорошее отношение. Но я много поездил с концертами по России и много общался с русскими простыми людьми. Они очень теплые, очень энергичные. Культура не зависит от политики и экономики. Культура умеет соединить разных людей. Я очень люблю русских. Норильские японские барабанщики посетили впервые. И, несмотря на суровый климат, им здесь понравилось. В первую очередь, конечно, то, как их встретили зрители. Алла Далматова, Влад Моисеев, Вести, Норильск. Ну а в эти минуты зрительный зал Норильского колледжа искусств замер в ожидании Рождества. В рамках ставшего традиционным рождественского фестиваля на сцене поет женский хор под руководством Марии Бадеевой. Уже в эту субботу Новосибирский филармоник «Аквартет» представит на суд зрителей концертную программу, составленную из произведений зарубежных авторов. На репетиции побывала Оксана Завгородняя. Новосибирский «Квартет» радует своих зрителей уже не один десяток лет. В следующем сезоне коллектив отметит свое 25-летие. Музыканты много гастролируют и по России, и за рубежом. Обязательные шесть концертов в год дают у себя в родном городе. В Норильске тоже были 15 лет назад. Как признается руководитель Валерий Корчагин, город изменился, а вот зрители все такие же теплые. Специально для норильчан в своем вечернем концерте музыканты подготовили разнообразную программу. Замечательное сочинение Моцарта, очень интересное сочинение Дворжика, американский «Квартет». И так называемая английская сюита. Это сочинение написано на песне группы «Битлес» для «Квартета». Это переработал наш новосибирский композитор Сергей Кравцов. Концерты в рамках фестиваля в ожидании Рождества наполнены не только мелодиями. Это время, посчитали организаторы, должно отличаться в первую очередь добром. Поэтому параллельно с концертами на фестивале проходит рождественская акция. Эти два сердца, если их наполнить средствами, помогут большому количеству людей. Одно предназначено для детей Луганска. К нам обратилась наша коллега из Луганска, Елена Санькова, директор Центра раннего развития детей. Очень творческий, невероятно талантливый человек. И с просьбой будет помочь детям устроить Новый год. Детям, которые находятся в блокаде, которые уже давно не видели конфет и не надеются, что к ним придет Дед Мороз. Второе сердце для замечательного актера Лаврентия Сорокина, которому в ближайшие дни необходимо сделать дорогостоящую операцию в Германии. Для этого нужно собрать 45 тысяч евро. Лаврентий Сорокин, 15 лет, прослуживший в Заполярном театре драмы, несмотря на то, что в настоящее время проживает и трудится в Новосибирске, был и есть частью культурного Норильска. И зрители, пришедшие на концерты в Колледж искусств, вряд ли пройдут мимо этих направленных на доброе дело сердец. Оксана Завгородняя, Сергей Карпов, Вести Норильск. И о спорте. На ледовой арене Дворца спорта Арктика в разгаре чемпионат города по хоккею. По итогам сыгранных матчей уже определились лидеры. Кто готов составить конкуренцию опытнейшим командам? В материале Андрея Деганова. Чемпионат по хоккею шайбы проводится ежегодно уже в течение многих лет. Городской турнир проходит в два круга. Команда играет друг с другом, набирая очки и нарабатывая технику. Чемпионат уже первая половина примерно прошла, первого круга. Определились, в общем-то, лидеры. В этом году у нас солит цементный завод, разбавилась молодежью, то есть неплохая команда. Думаю, они тоже создадут конкуренцию. Лидеров на данный момент трое. Заполярник, авангард и команда под названием «Северные звезды». Но расслабляться им рано, ведь в заключительной части чемпионата начинаются игры по системе плей-офф, когда после поражения команда сразу выбывает из соревнований. Еще одни претенденты в призеры турнира команды «Алит» и «Ремонтник». Они встретились на льду Арктики. С первой минуты матча игра шла по диктовке хоккеистов в серых майках. «Алит» после первого периода вел в счете 4-1. Но даже при таком количестве пропущенных голов, болельщики «Ремонтника» не отчаиваются и верят в свою команду. Я думаю, все будет нормально. А вообще игра здорово, когда в Норильске есть хоккей. Это же город наш, хоккей, Заполярник. Мы приходим все, с сыном я прихожу, с дочерью прихожу. Я здесь играю, так не ходить. Куда еще сегодня долгими зимними вечерами? Что делать-то? Мужику тем более. Вот, лед. Во втором периоде команды забили на двоих 6 голов. Но картина матча не изменилась. «Алит» по-прежнему забивал шайбы при первой же возможности. По уровню, конечно, я считаю, нормальной игра. И мы, то есть еще третий период будет, не законченная игра, а в третий период окончательно решится все-таки. Несмотря на счет, который 8-3. Всякое бывает. По пять, в одном матче пропускаем, в одном тайге. Так что мы будем стараться выиграть, конечно. В заключительном периоде игра пошла поживее. Ремонтник начал огрызаться. На уверенные действия вратаря «Алита» рассеяли все надежды на гол. В итоге победу одержали хоккеисты «Алита», которые набрали столь нужные очки в турнирной таблице. Ну а следующие игры чемпионата продолжатся на этой неделе. Андрей Деганов, Алексей Демин. Вести. Норильск. 6 декабря в Норильске переменная облачность. Ночью местами небольшой снег. В горных районах метель. Ветер южный 8-13 метров в секунду. Ночью в горных районах порывы 20-25 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 25-27 градусов. Днем минус 22-24.